Пока синоптики измеряют высоту сугробов в сантиметрах, дорожники подсчитывают снег камазами. Только с начала года свыше 17 тысяч тонн. То, что убрано с проезжей части, вывозят на специально отведенные площадки. В каждом районе Брянска своя. За смену диспетчер Екатерина принимает до 300 заявок. Все машины как на ладони. Любой маневр отслеживает навигационная спутниковая система. Ежедневно на дороге Брянска выходят до 80 единиц техники. КДМки, самосвалы, грейдеры, тракторы, погрузчики. Предели и закупленные в прошлом году машины-пылесосы. Сейчас они незаменимы при устранении наледи на тротуарах. У жителей города Брянска должно быть понимание в плане обработки дорог песко-соляной смесью. Если на дороге образовалась каша, это не значит, что процесс не производился или мы не видим комбинированных дорожных машин в районе, то в настоящий момент была просто произведена посыпка. Песко-соляная смесь должна проработать как минимум часа, то полтора-два для достижения, скажем, неналипания снежного покрова. Со слов специалистов, когда реагенты завершили свое действие, дорогу зачищают и затем еще раз посыпают. Уже, так сказать, на чистовик. Центральные улицы города. Чаще других здесь можно увидеть комбинированные дорожные машины. Широкая проезжая часть позволяет им работать в команде, двигаясь друг за другом. Так и быстрее, и эффективнее. И все бы хорошо, если бы не одно «но». Основная проблема у нас – это припаркованные автомобили, которые не дают в полной мере осуществлять полную проходимость комбинированным дорожным машинам. Это в основном у нас такие, на примере, улицы. Это станки Димитрова. Здесь оставляют большегрузные автомобили на обочине, на долгое время паркуют. Это у нас улица Горбатова. Там постоянно на одностороннем движении тоже с двух сторон осуществляют парковку. Таких мест в каждом районе города их достаточно. Дороги частного сектора. Здесь нужна более маневренная техника. У жителей поселка Чайкович Бежицкого района. Появление долгожданного грейдера вызывает смешанные чувства. И радость, и раздражение. И это раздражение понятно. Снег метет чуть ли не каждый день, лишь изредка беря тайм-аут. Такую дорогу неплохо бы чистить раза два в неделю. Но в сегодняшних условиях это, увы, нереально. На 640 дорог частного сектора. В Брянске – 11 грейдеров. В первую очередь, спецтехнику отправляют на улицы, от которых поступает больше всего жалоб. Сложности – это понимание жителей частного сектора в отношении того, что грейдер не может возле каждого дома остановиться и вал снежный подубрать ему возле каждого ворот въездных или калитки и так далее. То есть с пониманием отнестись. Люди должны тоже понимать, что в частном секторе живут, почистить собственноручно, произвести возле своего дома хотя бы именно очистку. Другую позицию для себя выбрали жители цветочной и прилегающих к ней улиц. Три минуты и все дела. Не сложно, наоборот, для здоровья полезно после каникул размяться. Андрей Ермаков признается – жаловаться не привык. Приехала дорожная техника – хорошо, спасибо. Нет – сами справимся. Знаешь, у кого погрузчик. Звонишь на мобилу, денежку отдал, приехал, прочистил. С одной стороны, дорожная служба. Ее специалисты вынуждены работать по праздникам и выходным, дежурить в ночные часы. С другой – горожане, которые платят за коммунальные услуги и несут налоговое бремя. Они совсем не обязаны за свой счет вызывать частную спецтехнику. И пусть звучит назидательно, но между этими сторонами хотелось бы видеть взаимопонимание. Во многом из-за его отсутствия обыденная фраза – устранение последствий снегопада в Брянске. Звучит как название постапокалиптического фильма. Екатерина Карманова, Максим Кузнецов. События. Брянск.